Чтобы попасть на всероссийские соревнования по рукопашному бою, Андрею Малыгину предстояло пройти несколько этапов отбора. Сначала он показал отличный результат на областных соревнованиях в Нижнем Новгороде, после на первенстве России в Уфе, где выполнил разряд кандидатов в мастера спорта. Соревнования проводились около четырех дней. Наш год, 16-17, в котором мы как раз перешел только что, мы выступали в самый последний день соревнований, у нас были самые последние бои. В своей возрастной категории молодой человек встретился с пятью борцами. Справиться с четырьмя соперниками Андрею удалось легко, а вот последнему он уступил в схватке. По итогам турнира в весовой категории свыше 75 килограммов Андрей занял второе место. Этому парню я проигрываю второй раз. Он двухкратный чемпион мира. В том году я проиграл в Ростове, тоже на чемпионате России, тоже в финале. Соперники были все достойные, очень сильные. То есть было интересно, было интересно побороться с ними. Во всероссийском турнире по рукопашному бою приняло участие более тысячи спортсменов из 55 регионов страны. Наш город на соревнованиях представили два борца. Ребят подготовил тренер спортивной школы ИКАР Валерий Трубин. Достижения все способствуют тому, чтобы занимаются они, чтобы достичь каких-то успехов. Поэтому и отбор шел сейчас очень жесткий, конечно. Сейчас в Волгограде был жесткий отбор. В мае Андрей Малыгин отправится защищать честь нашей страны на первенство Евразии по рукопашному бою. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.